Снова показываем и говорим о спортивно-оздоровительном комплексе «Сатурн», который в очередной раз стал эпицентром соревнований по водному полу. В очередной раз в его стенах проводилось первенство России. Уточним, соревнования проходили при соблюдении всех требований в связи с коронавирусом. «Сатурн! Сатурн! 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 Ну, во-первых, выполнение всех санитарно-гигиенических норм. Необходимость, конечно, теста ПЦР обязательно, что дети все здоровы. И это мы сдаем вообще перед каждыми соревнованиями. В марте будут финалы. Мы будем претендовать, чтобы финалы проходили у нас в городе. И все желающие приглашаем посмотреть на наши игры, поболеть за команду «Пионер». Раменский городской округ по праву считается отличным местом для проведения соревнований по водным дисциплинам, в число которых входит водное поло. Для проведения турниров необходимо определенные условия, включающие бассейн, тренировочный зал и гостиницу. И все это сосредоточено у нас, возле Центрального парка отдыха. И добираться из Москвы или других регионов удобно. Вид спорта «Годный пол» достаточно уникальный вид спорта. Не каждый муниципалитет может его развивать, потому что нужны определенные условия. Чаша, глубина, бассейн. И, конечно, здесь в городском округе Раменский это возможно сделать. У нас есть хорошая спортивная школа. Понятно, все наши ребята, которые занимаются, потом попадают в команду мастеров, которые играют в Рузе, это «Штурм-2002». И девушки, и юноши представляют в Московской области на всероссийских соревнованиях. Мы с большим удовольствием приняли приглашение Федерации участвовать в этом розыгрыше. Сами просили сделать. И вот приезжая сюда, вот конкретно в Раменское, конечно, нам очень приятно, что здесь, во-первых, созданы условия для проведения турниров, соревнований. И нам эта обстановка, конечно, на пользу уйдет. Потому что мы всячески, как говорится, растем, как маленькие дети. Поэтому любой турнир, где проходят эти соревнования, для нас, конечно, очень большое подспорье польза. В данных соревнованиях участие принимали юноши до 15 лет. Несмотря на время проведения, а это после каникулярный период, игроки показали удовлетворительный уровень подготовки. Здесь, в основном, Москва и Московская область. Приехали команды Чехова, ну и, соответственно, пары команд из Москвы. Уровень команд, ну, достаточно разный. Есть, как очень сильные участники соревнований. Играли сейчас вот за 5-6 место игроки помладше и послабее. Наши раменские ребята заявились на турнир двумя командами. Есть ребятки помладше, которые сейчас выступали, и постарше, которые сейчас будут играть, и, скорее всего, они займут какие-то призовые места. Отметим, что общее число команд-участниц в первенстве России около 30. Их поделили на две группы. В Раменском играла именно вторая группа участников таких – 19 команд. Конечно, отрадно то, что здесь есть хорошие и тренерские традиции. И ребята приходят в отделение спортивной школы для того, чтобы заниматься этим интересным видом спорта. И что отрадно, тренер у них – это Илья Сливов, это воспитанник этой же школы, который, завершив свое выступление, решил отдаться полностью тренерской деятельности. И сейчас приготавливает ребят. У нас команды, которые не попали в первую группу, то есть где-то не повезло, где-то меньше опыта, где-то меньше тренируются. И команды, которые младшие возрастные участники – 2008 год и младшие – 2009. Поэтому первое первенство для ребят, то, что они где-то проигрывают, выигрывают – это опыт. То есть они набираются опыту. Для меня и для местной нашей школы нет задачи, чтобы дети с первого сезона побеждали всех и были лидерами во всех первенствах, во всех соревнованиях. Дети должны играть, дети должны набираться опыту. То есть каждая игра – это не тренировочный процесс. Тренировочная игра отличается от основных соревнований. Но, к сожалению, сетка в этом году такова, что в течение одного сезона команда играет приблизительно 7-8 игр. Для ребят, конечно, это очень мало. И для развития игроков нужны игры, конечно, больше. Таким образом, на водном пространстве сошлись более опытные и те воспитанники, для которых это участие в первенстве стало дебютом. Это возрастная группа 2008 и 2009 годов рождения. Конечно же, есть ошибки, есть над чем работать, но они забивали, плыли к воротам, отдавали голевые пасы. Это очень важно. И видно, что ребята не просто так плавают, они думают. И для нас это самое главное сейчас. Чтобы они не боялись, чтобы они плыли и чтобы думали. Одна команда у нас маленькая совсем, то есть они младше всех участников. И они в итоге стали шестыми, но тренер очень доволен игрой, потому что мы сейчас наигрываем этих детей на следующий год. Они должны набираться опыта и главное показать игру. Не результат в данный момент нужен, а именно игра, картинку игры. Раменская школа ватерполистов молодая, существует с 2007 года и в ней преподают несколько тренеров по водному полу. Один из них – бывший выпускник школы Илья Алексеевич Сливов. Далее – два брата Кирилла Александровича и Дениса Александровича Галкины и Антонина Борисовна Голубева. Я считаю, что это перспективные тренеры. У нас Галкин Денис Александрович, мастер спорта международного класса. Вот Денисова Антонина Борисовна мастер спорта. Она именно секретарь наших всех соревнований, практически всех. Она мастер спорта по водному полу. Так что состав у нас такой хороший, перспективный и будущее, наверное, наших тренеров неплохое. Пока мы молодые, ну с 2007 только наша команда создалась, у нас появилось водное поло. Конечно, нам приходится доказывать, что мы имеем право на существование, что мы достойно там играем, мы должны себя показывать, мы должны о себе заявлять. Ну вот прошло уже больше 10 лет, но все равно приходится доказывать, что мы команда. И в последнее время с нами стали считаться. Раньше нас никак не признавали, а сейчас с нами начали считаться. Ну у меня нет своей команды, в отличие от наших мужчин. Вот, и я работаю с началкой. И сейчас у меня ребята 2012-го, 2014-го года рождения. Ну, такой возраст. Самые маленькие. Начинаем с самого начала. Должен, 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 должен. Тренеры и воспитанники. Они становятся почти родными людьми. Ребята начинают заниматься лет с шести, и наставники проводят с ними много времени. Это тренировки минимум пять раз в неделю. Учебно-тренировочные сборы и соревнования. Поэтому тренер – почти второй отец. Тренерский состав всегда на полную выкладывается. По-другому никак. Они всегда работают хорошо. Вот буквально вчера мы играли, в 2011-м годах. И когда судишь, и ребята играют, это так захватывает. И вот я говорю, соревнования, выезды – это другая жизнь. И еще одно важное звено любых соревнований – болельщики. Они важны как воздух, как мощный аккумулятор. Они не дают сдуться. Мимо, мимо, шкода, пива, с города, на дар, не подбай. Мимо, мимо, шкода, пива, на дар, не подбай. Здравствуйте. За кого болеете? За пионер, город Раменское. Это ваши друзья или вы участник команды? Мы тоже когда-то играли, но сейчас это наши уже последователи, так скажем. Ребята помоложе играют. Хорошая команда, перспективная очень. На России играют тоже, на первенстве России. Вот болеем, поддерживаем. Полуфинал играют с московской командой «Торпеда». Что можете сказать о сегодняшней игре? Как себя ребята показывают? Показывают себя качественно. Конечно, уступают в четыре мяча. Но видно, что тренера работают. Ребята очень перспективные. Ребята также приглашают в сборную России. Есть информация об этом. В принципе, потенциал очень большой. Я думаю, у них все получится. А вы что можете сказать? Команда действительно сильная, показывает себя с лучшей стороны. Очень нравится наблюдать за их игрой. Многое могут. Молодцы ребята, одним словом. Если говорить о водном полу в целом, то это красивый, одновременно сложный вид спорта. Например, матч состоит из четырех периодов. Каждый длится восемь минут. Это время пролетает молниеносно. Да и нагрузки на игроков ложатся огромные. И за это непродолжительное время игры происходит столько разных и непредсказуемых моментов. Причем те, что над водой, видны болельщикам и судьям. Но есть нюансы, о которых мы и не догадываемся. Игроки борются под водой. В ход идут различные подводные захваты, подножки. Судьи не всегда могут это вовремя заметить. Ведь в воде одновременно движется такое количество рук и ног. Только и успевая разобраться в их траектории. Сейчас пока самое главное, что у них остается интерес. После такой борьбы. Тяжелая борьба для них. Это все такие очень, я считаю, психологические тяжелые моменты. Забил мяч, доплыл. Тем более борьба. Не забывайте, что под водой кто-то там прихватил, от кого-то выхватил, кто-то заплавки взял. Это пока основная суть разговора. Что я, что меня, что я. Поэтому сейчас на 15 минут, как говорится, переварят все это. И в завтрашний день уже кто завтра придет, значит те молодцы. Те выиграли в этом матче. Основные правила игры на первый взгляд кажутся простыми. Плыви, пасуй, дебей поворотом. Но это лишь на первый взгляд. В игре важны мышление, скорость, которые, как на суше, невозможно развить. Выносливость. Сила физическая. Поплавай-ка туда и обратно с высокой скоростью, да еще при этом успевай следить за соперником. Выгодно и своевременно заняв правильную позицию для защиты своих ворот. Сила мышления. Ведь от твоего грамотного паса зависит успех команды и количество забитых голов. В целом нюансов много. И что основное, водные полы даются здоровым людям с амбициями и упорством. Такие нагрузки выдержат не все. Обратно вернее. Вернее. Ну я считаю водное поло одним из лучших видов спорта, которые есть у нас в школе. Почему? Во-первых, вид спорта, несущий, наверное, здоровье, нет нагрузки на позвоночник. Все-таки разностороннее физическое развитие у детей. Мы видим, как вот из маленьких, щупленьких или из таких плотненьких и толстеньких у нас вырастает вот красавца. И сейчас вот буквально на трибуне я встретил бывших учеников. Их не узнать. Вот они красавцы ходят, высокие, стройные, такие все, мускулистые. Много ребят, которые прошли от юношей, там в 12-13 лет, до 18 лет просто не доходят по причине того, что где-то наедаются, где-то начинают ломаться. В 18 лет у нас взрослый вид спорта. У нас играет водное поло, мужчины в 25-26 лет созревшие. Поэтому мне кажется, что основная задача детского тренера – это развить максимальное качество и довести до высокого уровня. Экипировка игроков незатейлива. Плавки с фамилиями игроков и шапочки с номерами. Кстати, о шапках. Они специальные. Причем, по правилам, одна команда играет в белых шапочках, а другой обычно достается синего цвета. Почему синие? По правилам водного пола шапочки игроков, второй команды должны быть цвета, контрастного – белому, чтобы судья издали мог легко ориентироваться в ситуации на поле. Однако, этот цвет не может быть красным. Их носят вратари. Кроме того, запрещено выходить в шапочках под цвет мяча. А он в водном поле чаще всего желтого цвета. Напомним, команда пионер-воспитанников Ильи Сливова в прошлом году стала чемпионами в первенстве России. Это повод для гордости как для Раменского городского округа, так и для региона. Ребята ездят на соревнования. Отрадно то, что и на чемпионате России юноша до 15 лет в хорошем плане засветились, заняли первое место. Я ребят поздравляю с этим. Это, конечно, хороший достойный результат. Ну и не стоит останавливаться. У нас есть и училище Олимпийского резерва, которое также ждет и готовы ребят принять уже по достижению определенного возраста. Поэтому главное – хотеть, стремиться, попасть в команду, а люди уже в сборную. Наши ребята неоднократно становились призерами Московской области. В этих соревнованиях становились победителями. Становились победителями первенства России. Так что, ну я считаю, что наши ребята молодцы. Недостаточно, конечно, воды, недостаточно времени в бассейне для того, чтобы полноценно тренироваться. И то, что у нас есть для тренировок, я считаю, наши тренеры выкладываются полностью и делают все, что могут. Остается добавить. Водные полы – командный вид спорта. Это помогает воспитать социально адаптированных людей с крепким здоровьем и твердой волей духа, нацеленных на общий успех. Ну а нашим игрокам спортшколы номер один желаем крепкой веры в свои силы и громких побед. Субтитры создавал DimaTorzok